Всем доброго времени! Добро пожаловать на наш урок нейрографики с каббалистическими интересными объяснениями и рисованиями. Мы сегодня активно подходим к празднику Лакбаомер. Это праздник еврейской традиции, когда умер великий мудрец Иравин, который написал книгу Зохар, которая является одной из самых главных книг каббалы. И он сказал такую фразу, что когда я уйду, он сказал всем своим ученикам, вы должны не грустить, а радоваться. И не просто радоваться, а отмечать этот день как самый великий праздник каждый год. Что мы и делаем. Каждый год мы радуемся. И принято в этот день зажигать костры. В Израиле, и это знают все, что в Израиле везде костры горят. И это очень красивое зрелище. Сегодня вечером. В Израиле уже сегодня вечером. А у нас в Америке, в Нью-Йорке, это будет сегодня вечером. Темнота наступает, а горят костры. И становится очень красиво. И этот огонь, который, можно сказать, похож немножко на огонь свечи. Мы обычно каждую неделю зажигаем огонь свечки. На шаббат свечки зажигаем. И он маленький огонек. А вот так вот раз в год костры зажигаем. Это очень громадный огонь. И это символично огню, который зажег Рабашимен Бар Йохай. Рожби, его зовут коротко. Когда он написал книгу Зохар. Когда он принес свет кабалы в этот мир. Правда, этот свет, он когда написал эту книгу, он ее зарыл. И она была найдена где-то, сколько лет там, 700 лет. 700 лет спустя, кажется, Аризаль его нашел. Не, не Аризаль, дай бог. Нашел некий Машай Миллион, если из Лиона. Хотя миллион звучит в свете наших этих самых... Амбиций. Амбиций, да. Ну, якобы... Ну, когда на него хотели наехать, узнать, что там было на самом деле. Он быстренько умер. Пожалуйста, не повторяйте это дома называть. Не надо. Он быстренько умер. Ну, в общем, много существует разных идей. Ихали каббалисты. Но Рожби был великий-великий рабин. Он был ученик самого Раба Акива, который был один из самых величайших мудрецов Тори. И один из раввинов, которые участвовали в томудических дискуссиях и рассуждениях. И были автором Мишны. Это сводные законы Торы и еврейские законодательства. И в рассуждениях Геморы. Геморы – это книга, которая объясняет и рассказывает, и рассуждает все законы и обсуждает. И оттуда даже на данный момент, в настоящее время, раввины, когда хотят понять какое-то новшество или когда какой-то вопрос задают, они идут обратно в Гемору и читают, и пытаются в рассуждениях разобраться, какое же вывести решение. Вот. Рожби, Рабшимамбар Юхай. Есть интересная история, что он был один из... Знаете что? Я думаю, мы начнем рисовать. Мы начнем рисовать костер. Я буду рассказывать о Рожби, о том, кто такой был Рабшимамбар Юхай, о его легасе, как говорится, о том, какую вкладу он ввел в историю и в еврейскую историю, и вообще в вклад всего человечества, потому что Кабалу сейчас в наше время изучает не только евреи, но и все человечество, и это прекрасно, потому что несем свет всему человечеству и готовимся к приходу Машеха. Значит, как рисуем костер? Давайте обсудим алгоритм сначала, а потом уже будем еще дальше рассуждать во время рисования. Значит, давайте продумаем с вами идеи, что такое костер, потому что я когда начала, я думала, как нам правильно изобразить, чтобы вышло так, чтобы было... Мы же делаем нейрографику, мы же не просто, чтобы у нас получился алгоритм, от которого мы получим больше сделаем дел. Я сейчас обсужду алгоритм, а потом мы сделаем список и уже будем рисовать, потому что я знаю, ты еще любишь как бы самой ударяться. Вот смотрите, да, костер. Что нам напоминает костер внизу? Какой шейп, какую фигуру? Треугольник, конечно же, да? Вот так, да? Костер, да? Вот так у нас будет треугольник. Есть ли, что треугольник? Какой? Вы считаете, что не треугольник? Вот костер. И потом внутри будет у нас идти нейро... Костер, все веточки костра мы сделаем в виде нейролинии. А что идет от костра? Костер у нас... Зажигаем костер, зажигаем веточки. И что идет? Идет огонь. Огонь мы будем изображать в виде... Значит, есть два способа. Или просто круг, и вы можете сделать маленький круг, а потом его увеличивать. Или вот то, что делаю я. Сделать спираль. А от костра идет что, когда огонь горит у нас? Искры. Дым. Дым. Искры тоже можно сделать попозже. Вот так, Шуш. Вот так, смотри. Это можно как искры. Но сначала дым. А дым... Вот дым пойдет, да? Вот дым. Это я вам просто показываю схему. Мы будем с вами детально рисовать. Это дым. Значит, давайте говорить с точки зрения ресурсов. Что у нас происходит? Где у нас пойдут... Вот думайте то, что мы рисовали в последнее время. Древо, да? Да? Помните, да? Вообще, схему помните, да? Всегда идет схема такая, что когда делим на... Когда у нас как бы три части, что у нас идет внизу, что в середине, что наверху. Всегда схема. Да. Тут у нас прошлые идут ресурсы. То есть, что значит прошлые? Это ресурсы. То есть, вы помните, мы, конечно, будем сейчас ставить тему и делать список. Но прошлые ресурсы. То есть, ресурсы, которые мы хотим выдвинуть и сказать о том, что нам помогут эти ресурсы в будущем, да? Для нашей темы. Все идет по отношению к нашей теме. Помните, у нас... Вот чем отличается, да? Вот коучинг от психотерапии или любого другого вида психологии, да? Ты идешь к психологу. Ты говоришь о прошлом. Коучинг, мы... У нас главная цель – это будущее. Вот на что мы настраиваем. Поэтому мы всегда начинаем наш урок с цели. Какая у нас цель? Да, можно сидеть и долго говорить. То меня обидел, как мне это не досталось, то не досталось. Мама обидела, папа обидел, брат, сестра. Все. Ну, каким образом это тебе поможет? Это тебе поможет? Трюгольник, трюгольник. Это тебе поможет? Да, можно? Я покажу. Вот, видите, мы нашли огонь. Вот, он в виде треугольника. На самом деле. Можно... Видите, как интересно? Видите, тут треугольник. Вот это очень хорошо для женообразия. Можно сделать вот такой треугольник, как я нарисовала. Можно делать более заострее, повыше. В этом вы уже можете варьировать. Вы, кстати, можете и так свой рисунок сделать, если вы хотите повыше сделать треугольник. Подумайте, на что вы хотите сконцентрироваться. Но помните, что вот эта высшая часть, где идет дым, и самое главное – это что? Дым – это будущее, да? В дыме будете рисовать будущие ресурсы. То, к чему вы стремитесь, да? Ваша цель – это будущее. А, дымки. Это ресурсы, да, потому что идет наверх, к небесам. Это высшее. Это то, к чему мы тянемся, к стремимся. Это будущее. Это ваша цель. Однако я вас призываю сконцентрироваться на настоящем. Почему? Потому что вот это настоящее. Мы соединяем прошлое с будущим. И живем в настоящем. Оба важны. И прошлое важно, и будущее. Но если мы не живем в настоящем, мы и живем. Мы пролетаем. Понимаете? Да. Поэтому вот этот свет, этот свет очень важен тоже нам. Настоящее – это что будет? Это вот верхушка костра? Вот я сказала, у нас настоящее может состоять. Да, верхушка костра. Там, где соединяется верхушка костра и превращается в дым. Да? То, что огонь, то, что энергия у нас израсходуется. Она становится настоящим, да? Она в настоящем у нас превращается в то, что мы строим на настоящем уровне. Идет дымом. Но что такое дым? Это наш ресурс на будущее. Мы строим сейчас себе платформу на будущее. Правильно? А есть еще интересное. Мы с вами попробуем делать такой ресурс, что мы берем с будущего. И в какой-то степени по этим же ресурсам мы можем себе и вниз прорисовать ресурс. Это мы уже сделаем в конце. Хорошо? Все. Значит, настоящее вспомнили, да? Что я сказала? Можно просто круг сделать, а можно сделать себе... Можно сразу, кстати, сделать круг, а потом открыть себе спираль. Спираль идет двумя способами. Когда ты изнутри, снаружи идешь, увеличиваешь, ты хочешь открыть какой-то потенциал в себе. А если ты идешь снаружи вовнутрь, ты хочешь принести себе какую-то энергию. Поняли? Я обычно делаю... Сначала открываю потенциал, разрабатываю, а потом в конце беру ту энергию, которую я нарисовала, и приношу себе вовнутрь. Понимаете? Закрепляю себе. Вот так вот. Хорошо? И сейчас начнем, как говорится, по существу. По существу. Начинаем? Список. Все готовы? Все начали? Молодцы. У нас список пишется, да? А что мы? Куда нам? Что мы будем еще ждать? Что мы будем построить? Давайте. Давайте. Мама, и ручку. Что ж, а как открывается ручка? А я кручу эту ручку. Так, ну все, пишем наши списки. Значит, первым делом концентрируемся на теме. Какая тема? Я свою тему буду разговаривать громко, вам как пример. У меня тема будет «Развернуть деятельность инструктора нейрографики». Хочу вам рассказать, что последние три недели, сначала был праздник Пейсах две недели, а потом последние три недели я была занята тем, что у меня был важный проект. Я с своей двойной сестрой написали мы книгу «Рецепты нашей общины», «Общины горских евреев», и я очень сильно была занята этим проектом и концентрирована. У нас в воскресенье я даже, конечно же, прорисовала. Я, кстати, рисунок ставила в группу мою, и я помню, как в рисовании полностью детально все я просматривала и обсуждала. И в воскресенье прошел ивент, то есть события, вот эта презентация. И нам все подошли и сказали, что было просто родственники. Подходили, говорили, вау, мы даже не ожидали, что будут там близкие родственники. Говорили, вау, как у вас классно прошло. Мы даже не ожидали, что у вас получится так хорошо. А люди, которые как бы там организаторы, ну, кто с нами, там женщина из JCC, там из еврейского центра, она тоже говорила, что у нас такое редко бывает, чтобы такое было вот фурор, такой вот столько людей, и люди так радовались, и все понравилось, и все детали как бы вот так. Так вот, так что я помню, я рисовала когда, то я сделала так, что я как бы делала так, чтобы все как бы детали праздника я могла учесть, и чтобы все срабатывало, и чтобы все сделано. И когда рисовала, то детально, каждую деталь продумывала, прорисовывала, прописала как бы детально, что я ищу и что я хочу. Поэтому сейчас возвращаюсь обратно и хочу вот разрабатывать программу. Уже хочу, мы хочу как нейрографика Америки нашей школы начать разрабатывать программу, структуру дальше, и на личном фоне коучинг буду больше вести, набирать клиентов, и все такое. То есть хочу активно и бурно развивать свою деятельность. Это будет мой, моя цель, моя тема, да, моя тема. Бурная, так и пишу, бурная, да, можно и аплодисменты. Бурная и активная деятельность. Как инструктор и коуч. Да, коуч, не работает. Пишем списку, да? Да, да, вот я пиши, написала, да, да, тему, пишите свою тему. Пишите, не стесняйтесь. Есть тема, мэр? Или выключать видео и обсуждать надо? Нет, я просто, у меня две, я просто думаю, что если их склеить, хотя они совершенно разные, но... Ну, вообще супер. Муша, они, каждая из них, колбасит меня, в смысле, со вкусом. А это уже интересно. Так, я подумал, в ладву мы их там все, так сказать, самое замесим. Это интересно, кстати. Так, начинаем наш список. Значит, что такое список? Да, объясняю каждый раз и объясню сегодня тоже. Вдруг вы первый раз смотрите наше видео. Список, значит, идет под мысленный поток. Поток мыслей. Отмечаю две минуты. Поток сознания, пожалуйста. Поток сознания? Да, хорошо. Сознание, правильно, потому что мысли у нас есть наше сознание. Значит, отмечаю две минуты. Ставлю. Ставлю таймер, ставлю будильник. И вот за эти две минуты у нас идет тишина и концентрация. Все, что приходит в голову, все мысли. Даже если эти мысли не относятся к вашей теме. Все пишете. Будем отслеживать и смотреть. Какие-то мысли у вас обязательно пройдут, которые как бы вы, когда вы даете такой, знаете, поток сознания, то позволяете своим мыслям просто течь. Многие мысли выходят из-под сознания таким образом. И вы сможете какие-то новые идеи, какие-то новые мысли к себе задействовать в своей теме. Так, начинаем две минуты. Мэр, готовы? Вы уже начали? Прекрасно, супер. Пишем все, что приходит в голову. С bracом. Пишем все. Сרכюсь. Пишем все. С правимся. С班rr. Продолжение следует... 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 вот мы то что сегодня будем делать смысл круга мы расширяем себе этот узкий мост понимаете возьмем вот этот маленький узкий круг его откроем себе и расширим понятно что мы делаем вот это наш ресурс так концентрируемся визуально в карандаше если у кого-то есть можете прорисовать эту линию треугольник а вилка символ чего мы этот вопрос это вы вилка это костер а я подумал вилка это папа потому что вы их соединяете костер тоже я же гоню по гороскопу я же не сомневаюсь как-то да так все определились каким треугольником я например решил что я хочу на и на себя хотя меня тянет вот на эту острую фигуру наверх неуверенно я хочу тревать себе perfect треугольник то есть со всех сторон такой ровный что ты решила решила уже треугольник какой ты хочешь высокий тебя я знаю да мэр вы решились какой треугольник вы рисуете есть такой есть такой есть такой холмик не рисуем я не советую такой да вы себя ввысь кстати можете тогда картину даже вот так повернуть чтобы у вас хватило место да так что надо вот подумать хотите вы в высоту или в ширину да сначала нижнюю часть рисунка рисуем треугольник меня тоже тянет вот так я наверно поверну да вот видно меня на видео да все хорошо прекрасно ну что я повернулась книжку с вами мы что так лучше будет ну что вот принять интересно вот я думаю прошлое у меня как каким какую величину делать и треугольник и это надо как бы правильно тоже оценивать значит шикарно я тебя даже ожидала больше думала будет вообще дело совершенно нормально можно начать начинай хворост добавляй свой свой треугольник начинаем создавать огонь треугольник вот сам по вам сама подумают когда же дело вот так ставит обычно вот так вот как я нарисовала лишь а я же внутри треугольника могут и выйти конечно немножко да ну как бы заполни свой треугольник снизу вверх ставь хворост себе но не прямые нет все должно быть нейрографический мы помним смысл нейрографической линии почему надо нейрографическая потому что такое нейрографическая линия это энергия это энергия мы энергию вводим свой треугольник сам по тебе ничего не значит если мы не добавляем тогда ты нейрографическую линию почему потому что треугольник нарисовала это тебе дали бублик да бейгл дали но ты его не кушаешь смысл какой ты наелась то есть ты купила всю еду но не поела так и мы не графической линии это та энергия который мы хотим добавить да и рисуйте да да рисуй вот так может даже сначала вот так даже внизу набрать может идти вот так как мы говорим примерно стиль такой как у дерева рисуй столько сколько ты посчитаешь нужным заполнить свой костер не забудь чем больше линии тем больше у тебя ресурсов понимаешь тоже твой выбор как ты хочешь заполнить это как мы начинаем рисовать дерево древо но мы останавливаемся как бы понимаешь в середине потому что немножко другой алгоритм но начало похоже все все похожи да отмечаете связано всеми с ней ранее до закругляем да обязательно куда же вы денете без закругления товарищи энергию привносим только хорошую все начинаем свое округление и я вот тут вам хочу рассказать амур мне поможет про раввина который завтра большим им бар йохай честь которого и мы празднуем праздник лакбаум и автор книги зоха рабшим бар йохай был ученик великого мудреца еврейской традиции которых зовут раба кива раба кива связан тоже с лакбаум ира потому что время между праздником пейсах и праздником шивот называется умер мы называем умер по двум причинам один номер это во времена храма во времена храма на праздник пейсах люди совершали паломничество в храм они шли пешком со всех сторон израиля а потом обратно и между праздником пейсах и шивот само слово шивот означает недели шивуа шивуа это от слова шива шива это 7 цифра 7 то есть само слово недели на иврите означает семерка как бы вот так вот то есть значение вообще язык иврита я вот буду делать урок еврейский еврейские буквы еврейский как бы еврейская сама алфавит и слова на иврите вообще имеет очень серьезное значение потому что все слова там могут иметь несколько значения как духовные так и совершенно как бы в этом физически как бы что-то может означать в этом мешало означает семерка шивой имеет дальше глубокие значения как бы означает 7 дней да и шиво также связано со словом шаббат да тоже тоже корень шин бета и шаббат добавлены буквой тав но все взаимосвязано как бы это означает как бы седьмой день день отдыха то есть смысл в том что смысл недели это вести к шаббату тут идет глубокое значение что смысл человечества это конечно работать и обогащать но смысл человечества еще состоит в том чтобы нести как бы отдых еще нести как бы завершение потому что шаббат как бы считается последний день и это как бы результат того что произошло за неделю есть такая традиция у многих людей что шаббат сидят и говорят такие есть такая столом даже шаббат ним проходит вся семья и каждый член говорит вот что у меня на этой неделе было такого прекрасного за что я хочу сказать спасибо всевышнему очень прекрасно ему были у раба и варшавского дома вот он нам рассказал про эту традицию которую они где-то увидели он будет мы теперь повторяем нашей семье очень интересно мне понравилось мы стараемся повторять но я так делаю каждый день и детей учу в конце дня ложимся спать и всегда говорим за что мы говорим спасибо так вот праздник шевуот означает недели тут еще дальше идет глубже значение правильно мэр шевуот у нас назначать не просто недели а именно 7 недель то есть 49 дней между тем как евреи вышли из египта получили тору то есть шевуот это праздник дарования тора на горе сина кстати я вам скажу то же самое что я рассказала на своей презентации в воскресенье знаете кто такие горские евреи те самые евреи которые стояли на подножье горе сина и получали тору так что приезжал эфраем и он пошутил дальше потому что у нас была еда из кинг соломона мы заказывали и он сказал такая есть фраза you are what you eat то что ты кушаешь так что поздравляю вас еще стали горскими евреями потому что вы кушали еду горских евреев нет между прочим говоря об одессе у меня бабушка рассказывала что у нее не знаю каким вот мне надо этот вопрос уточнить сейчас пойду в израиль поговорить там с братом братьями бабушки она рассказывала что у нее какие-то предки какие-то из одессы есть но как то какой-то в ее семье соединение с одесскими евреями так что этот вопрос можно обсудить но но тот факт что все евреи у нас горские евреи этого не 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 избежать это к лене вот следующее это обсудишь что понимаешь я лену алена у нас почетная горская еврея качка этот вопрос нечетная она через мужа она рассказывала что у него муж очень близко дружить муж очень любит тоже горские евреи у него много там общаться что у нас у нас все у нас все все схвачено ты не волнуйся почетная одесситка стала теперь почетная горская века у них смешно да да мэйр это я смотрела лигу смеха и там одни есть из загорецка да то есть это любовь и все такое да и они там когда что-то хотят сказать там они сразу начинают москаль да там типа если как обзывательствует или что-то типа там знаешь как оскорбление ты что москаль так что я постепенно вливаясь в украинскую культуру мы эти в детстве у меня была я пентал подруга по переписки я написала письмо такую же школу школа номер 83 как у меня мне девочка писала мы с ней переписывались она была именно из города киева не знаю почему не очень тянул город киев почему-то сейчас даже в сознательном в образе в образе не похожа где-то у меня даже есть она мне прислала свои фотографии где-то у меня есть фотография в альбоме моем детском очень классная фотография нас фотографировалась как будто обезьянка на плене так что вы думаете с киевом может быть еврейка мне кажется мало вот с одессы еще я могу помнить с киевского университета я бы сказал что еврей был там только я все просто из киева так вот в общем евреи получали туру на горе синай это праздник шивот шивот переводится как недели а шивот еще переводится как семь недель 7 умножить на 7 49 а с точки зрения духовной мы все знаем что существует 50 ступеней духовного развития и 50 день это именно когда евреи получали туру то есть 49 дней с момента выхода из египта они активно готовились и внутренне на духовном уровне и физическом конечно потому что они перемещались по пустыне постоянно но под богом ходили да они ходили во первых под правильно мы рассказали под буквальным смыслом у меня такое есть под крылышком бога потому что считается под облаком бога называется шхина шхина интересно говорить потому что мы это много обсуждаем это женская сторона это женская аспект женская суть всевышнего и мы знаем что это полностью имеет смысл потому что кто у нас как бы своими детьми как больше следит на ухаживает есть конечно папа на основном это мама да как материнская фигура есть такое какое-то кино картели рассказ вы помните где папа там был один и ребенок залова мапа все мама и папа что не говорим мама всегда фигура которую как бы нерчулинг которые как бы помогает и дает дающая фигура и вот вот эти семь недель евреи ходили по пустыне мы знаем что у них начало выпадать ман после того как они съели всю мацу не стала выпадать ман что такое ман это духовная пища недавно же был песок шины чужого не из расходов ну максимум отцовую бабку нет вы не и вот эти семь недель не просто развивается а существует целая система целая схема о том как должны евреи духовно развиваться не так не только тогда как они развивались во времена пустыни то есть у евреев вообще едаизм интересно построен что это не религия прошлого не мы не изучаем что что было тогда изучаем но это не просто урок истории да как вот обычно в школах сидите гать ну зачем нам это все учить научим про наполеона и чё нам от этого будет зачем он нам нужен какой от этого нам будет польза настоящий евреев иудаизм и вся история и это руководство к действию в настоящем то к чему начинай рисовать себе дым или если ты хочешь начинай рисовать себе свет сделай круг круг это лайт это свет дёрнулась извините вас это это правильно моя рассказала ты должна первая рисовать ты же света вот и и был именно как евреи поднимались они поднимались по системе сферот вот каббалистическая система сферот то есть мы знаем что физических сферот 7 да то есть ворот который отражается в этом физическом мире нижних нижних я имею ввиду они отражаются в физическом мире ну да с точки зрения как находятся то они нижние а не придираться то они как бы не физические но они все духовные но они именно отражаются на физическом уровне да ну да вот это имеется ввиду отражается на физическом уровне да и 7 сфер от интересно что 7 дней недели до каждая сфера это каждый день недели но так как мы говорим еще про 7 недель то каждая сфера это каждая неделя то есть что происходит мы кстати будем сфер от эти я думала сегодня но так как лакбаумер то решили рисовать хорост этот огонь постер на следующей неделе мы с вами будем сфер от нарисовать новая интересная система которую мы вместе с мэром разработали дым рисую да да сделай себе дым нейрографические линии дым идут вверх да может ты можешь помнишь как мы древо рисовали ты можешь дым может идти вот так может идти просто вверх а может идти вот в стороне пускай распространяется понимаешь и работает сфера так что например первый день первой недели это хейсед 1 недель и это хейсед а первый день первой недели это тоже хейсед идет такой отчет хейсед шебе хэсед то есть первая сфера сферы хесед это хесед хесед в хеседе человек изучает что это такое быть хесед то есть это доброта милосердие при этом еще и внутренне и внешне вырабатывается понимаете тут идет отчет и внешне и внутренне да округляйте и и раба акима который был большой мудрец он начал изучать торок 40 лет он жил до 120 люди некоторые думают ой 40 лет короче ничего не надо типы женщина тебе в 10 раз дает пишу всех обрадовать нашли способ когда человек может вообще уже не умирать вы знаете тору тору учить это да ну кинг давид как не хотел король давид царь давид все таки пришлось его поймали эти ушел он тоже на шаббат специально ждал шаббат и умер царь давид говоря мы хорошо вспомнили именно на праздник дарование тоже это все символично мы хочу вернуться к теме аллах баумер что раба акива известный мудрец имел сколько студентов по численности мэра напомните меня и это очень интересная тема потому что почему 24000 вопрос идет откуда взялась такая сумма очень такая точно можно сказать да 24000 там не 2 не 23900 там и 23500 не 22000 там 999 24000 и мудрецы изучающие торы сказали что это имеет отношение к другому моменту в торе где тоже употребляется число 24000 это число когда была история с диной дочка якова который влюбился царь царь города и страны шхем принц 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 будущий царь да он любился но он не решил идти комбинационным путем и идет девушке предложение решил ее украсть и как говорится сделать ее своей женой насильственно и результат получился такой что яков а потом он на самом деле влюбился в дину из кого хотел на ней жениться яков сказал что для этого вы должны как бы принять еврейскую религию потому что нам это очень важно как можно было принимать те времена принимали то есть не было такого процесса гимур как наше время те времена совершали обрезание и как бы устно признавали принимали на себя что вот будут как бы верить в единого бога да монете монетеисты монетеистический такой был подход так костер я свое прорисовала значит сначала я делаю себе огонь средний потом я его буду увеличивать я делаю себе интересно интуитивно да можно у я вспомню что мы все не сделали с вами медитацию да но я думаю что идет у нас хорошо энергия да все нормально мэр прелесть какая очень красиво получилось можно я покажу здесь как интересно получилось смотрите мэр хорошо округлил и при этом еще раз прошел по всем линиям и получились такие красивые узоры мы его тут единственно вот эти вот эту палочку если можно просить его шляпа хотите оставить я вам посоветовал ее довести до конца ну ну и вам свой я помню что у вас у вас клиент с этой стороны вы же все съели я не понимаю кто где придется новых ставить значит интуитивно пробуйте какое у вас интуитивно рисуйте круг почему интуитивно потому что попробуйте как бы интуитивно нарисовать и понять вот какой у вас настоящий где вы находитесь вот в этой своей теме да вот так можно поставить вот я так буду рисовать руки ставлю подышу и рисую круг вот у меня такой интуитивный вышел круг средненький что я буду делать с этим кругом я его буду увеличивать что тут мой круг а я хочу его увеличить да я использую можно сделать несколькими способами смотрите есть один способ вот взять вам скажем думаете смотрите есть после такой нарисовали круг да и можно увеличить вот так вот так видите что происходит смотрите 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 как у нас вот видите вот можно так увеличить можно как бы вы сделали просто взять и сделать пирамиде хорошо используйте какой вам удобно меня я думаю сделать пирамиде но меня очень тянет на этот способ поэтому я наверно буду увеличивать или таким способом не просто таким способом увеличивать я сразу возьми тот цвет который мне хочется добавить 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 не хочется наверное красный добавлю то что хочется мне добавить огня все-таки очень сильно добавить огня в эту тему я теперь иду выше больше больше увеличу увеличу набирая ходы увеличиваю свой огонь это огонь который огонь моей цели увеличит свою бурную активную деятельность как инструктор как коуч в мире графики хочу вот у меня даже я прорисовала все свои цели свои идеи мысли о смотрите у меня вот рука не останавливается я думаю вроде бы остановиться а рука у меня хочется больше и больше то есть набираю обороты понимаете вот это очень важно вы поняли вот так вот видите как получается вообще красный цвет конечно соответствует самой идее что это у меня огонь да смотрите вот мой огонь набирается кстати я вот думаю сейчас остановиться вам хочу рассказать такую технику я остановлюсь я прорисую сейчас дым а потом вернусь еще раз сделаю огонь я хочу хватить полностью хорошо может быть огонь даже возьму сюда чтобы у меня как бы мой костер я буду еще все ресурсы именно ушел и был как фьюэл как ресурс для того чтобы огонь становится больше и у меня как бы настоящее больше прошло так что мы делаем дальше мы делаем себе дым да что такое дым можно два пути делать просто начать рисовать а я вот думаю взять вот эти линии которые у меня остановились тут то есть мой хворост который остановился он будет превращаться в дым дым можно рисовать вот так можно просто вверх делать да смотря кому как я думаю себе сделать дым вот так да похоже на стиль древа да который мы обычно рисуем такой же только тут другие элементы но стиль как бы такой же да начинаем снизу сужаем потом идем вверх тоже увеличиваем вот история с диной была такой что якобы ее отец сказал вы должны стать евреями то есть сделать обрезание и жители шхема потому что там когда принц становился он как бы у него как бы все его как бы хаусфол да все его жители его страны его города там должны были тоже стать согласиться стать евреями то есть вспоминается история кузари помните да когда азарское государство когда король сказал стану евреем и конечно все государство приняло да без подвоха да вот тут было без подвоха а в истории с диной братья на самом деле было два братья шимон и леви которые очень были настолько были огорчены что ихнюю сестру таким образом знаете таким мягко говоря наглым образом как бы да взяли и заставили выйти замуж непонятно за кого потому что Дина была очень благородная очень благородная и сама по себе она была очень у нее была очень как бы ей было готово по крайней мере по мыслям братьев что ей было готово лучше судьба чем выйти замуж за какого-то принца который вы звали хамор хамор на иврите означает ослик да представляете да выйти замуж да как у анекдотик да бывает там прихожу замуж как фамилия жениха да представляете его фамилия ослик ну что родители должны подумать о таком выборе не дочки да и они что сделали они когда после обрезания на третий день а третий день считается самый критический такой они пошли и вырезали всех жителей и сколько там было жителей вы хотите спросить а вы знаете я знаю даже точное число их было двадцать четыре тысячи эти жители которые приняли еврейство да значит существуют разные мнения есть мнения которые говорят ну не приняли они на самом деле то есть не приняли они сознательно еврейство их там заставили вообще не собирались сказали там дина выйдет замуж а потом обратно будем верить своих любимых идолов вести себя как обычно не станем мы по-настоящему евреем пошли эти двадцать четыре тысячи на небеса говорят всевышнему это что такое мы в отстали евреем и за что у нас так быстро нашу жизнь так закончили хотим вернуться обратно на землю мы еще не нагулялись да мы еще не нагулялись мы нас еще как бы мы считаем что нам нужно дать еще один шанс что стивыч не сказал хорошо конечно я верю с шансами пожалуйста любой каприз за ваши деньги да буквально смыслов за ваши деньги потому что то есть ваша жизнь а и их поставили второй раз уже в виде евреев на этот раз потому что ушли то они как евреи поэтому душа которая захотела вернуться как еврей имеет право выбирает себя особенно если она была уже еврейской в прошлой жизни то они вернулись как евреи и эти были евреи они были попали не к кому попало а попали к самому они уже попали в виде евреев после исхода из Египта когда евреи обосновались в пустыне и евреи в пустыне жили каждый со своим коленом как бы там колено каждый жил как бы они как бы делились кучками тут колено там Рубена потом колено Шимона Леви Леви отдельная история потому что Леви были служителями ну в общем то каждая колена жила отдельно своей семьей как бы своим трайбом да своим сейчас на русском тоже говорят слово трайб да своим племенем как бы ну племя звучит очень такое новозеландское такое слово в общем вы понимаете и попали эти 24 тысячи и стали евреями из колена Шимона Шимона того самого Шимона который как раз был задействован в том что он убивал всех этих 24 тысяч новоиспеченных евреев из города Шимон и была история такая в той есть когда один злой пророк по имени Белам хотел прийти и позвал его царю народа Муав которого зовут Балак и сказал царь Балаку к Беламу приди пожалуйста приклини вот этот народ который расположился внизу у подножья и относится это конечно к еврейскому народу хотя еврейский народ им ничего не делал вообще никаким образом не мешал им на них не нападал не делал войну ничего и Белам пришел и хотел проклясть но к нему пришел и тут опять связь с осликом будет сейчас к нему пришел во сне Всевышний и сказал ты не имеешь права идти проклянуть еврейский народ и все Белам как-то послушал он решил сделать наоборот сел он на своего любимого осла имени того самого хаморчик и пошел который был реинкарнацией и пошел вот и пошел а принц Родион я слышала что принц это именно не о том что он был не хамор он был это он будет козби это была ослица козби это девушка нет а это ослица же была точно а не осел а слица под Родион а не осел а слица под Родион как тоже да инкарнация она была в общем и пошел Белава и пошел и не смог что-то мне жалко тут красиво красиво шикарная картинка ну надо делать дымом мэр будущее надо у вас сейчас идет внешнее у вас сейчас идет внутреннее сопротивление предупреждаю вас козби даю этот как это ультиматум ультиматум ооооооооооо вверх пожалуйста останавливайте класс шикарно ультиматум что срочно рисовать не останавливаться а то начнете обдумывать Нет, подожди, я вам фотографирую. А вы рисовать. Красиво, красиво, у вас вообще всегда какие-то потрясающие рисунки. Вот, и пошел Белам проклинать, в общем, Ослиция его остановила. Белам, в общем, не смог проклясть еврейский народ. Но пакость он свою все-таки сделал. Он дал совет царю Балаку и сказал, знаешь что, Приклину тебя не даю, потому что Всевышний дает. А я дам тебе совет. Пошли-ка ты в их стан развратниц. Всевышний, их Бог, ненавидит разврат. А евреи, они же, что ни говори, а люди. Ничто человечество им не чуждо. Начнут развратничать, вот их сам Всевышний и погубит. И пришли, и пришла даже в особенности сама дочь царя Балака. Звали ее Козби. Пришла она и покорила сердце принца. Как зовут принца, наверное, напомните? Зимри. Зимри. О, я все равно думаю Козби и не могу вспомнить. Зимри. Зимри это был принц из племени Шимона. Зимри, говорят, была реинкарнация царя, предводителя страны Шхем, вот этого принца, который был влюблен в Дину. Звали его в этой жизни. Он пришел, конечно же, как еврей, потому что умный, что он уже евреем. Душа его выбрала прийти евреем. Что точно надо делать? Дым? Угу. И... Что вы спросили? Показать нам, как дым? Очень хорошо. Видите, у меня, например, оставались, а вы хорошо соединили концовку, да. Видите, у вас хорошо, вы можете дым делать. Значит, как в стиле древа. Можете вверх, а где-то что-то уходит и в сторону. Свой дым расширяйте. Позволяйте идти в стороны, чтобы шире было, да? То есть не из точки, а из всяких таких... Не надо только в верхушку, да, не только вверх. Пускай идет и в сторону, пускай дым распространяет. Пускай запах вашего шашлыка распространяется повсюду. А под шашлыком мы, конечно, имеем в виду вашу цель. То добро, тот ресурс, который к вам приходит. То, что вы будете распространять. Кстати, вот я нарисовала, и мне кажется, маловато. Я добавляю себе еще линии и округляю. Иван, здрасте. Да, взаимно. Угу. Остановим на минуточку. Да, вот так вот. То есть реинкарнация вот этого принца Амура у нас это Зимри. И, конечно же, за ним последовали люди из его племени, которые тоже стали дальше жить и сождествовать с женщинами из народа Муав. А это запрещено. Медьян. Медьян это был? Да, потому что нельзя это потом быть Медьян. Медьян, да. Медьянитки. И... Как вы можете понять, кто была дочка принцесса? Кстати, учтите. Тоже была принцесса, дочь царя Балака. Козби ее звали. Которая тоже была притянута к принцу Зимри. А он был именно принцем, потому что он там был какой-то один из правнуков самого Шимона. Он был главой этого племени. Как вы понимаете, в Козби у нас была реинкарнация души Дины, которая, видимо, после плачевного такого опыта решила родиться нееврейкой. Ну, конечно же, к еврейству ее привело. И что дальше? Как вы думаете, сколько людей из племени Шимона повторили за своим лидером? Хотите угадать цифру? 24 тысячи. Как мы об этом знаем? Говорится, есть история о Пинхасе, который был внуком или правнук Арона? Внуком. Арона, который пришел и зарубил. Сказал, что это не пристойно. Не просто евреи, но особенно принца из стана еврейского. Зарубил Козби и Зимри. К тому же, он называется двоих одним махом. Догадайтесь сами, как. И он, говорится, что потом начался мор. Не, до этого начался мор, а когда он зарубил... А, мор остановился, правильно. Спасибо, мэр. И когда почитали, сказали, что мор забрал 24 тысячи. То есть, два раза употребляется эта цифра в Торе. То есть, посчитали, оказалось, что были тяжелые люди. Да, оказались. То есть, эквалисты говорят, что это те же самые души. Да? И вот они пришли на небеса, и Всевышний говорит, ну что, ведь мы с этой бумажкой тест не прошли. Они говорят, ну, это было тяжело, мы пытались. Ну, это дай нам еще один шанс, как говорится. Три раза, пожалуйста. А что? Всевышний сказал, хорошо, дадим. И послал их. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты на шахарик пришел? Ты на шахарик? Ты на шахарик? Ты на шахарик? Нет. У Рыбайкивы. Как стал Рыбайкив Рыбайкив, то, что он влюбился в женщину по имени Рахел, которая была дочка очень богатого купца, которую звали Кальба Саво. Но Айвич идет не о ней, а именно она вдохновила Рабакиву учить Тору и стать мудрецом. А потом Араха в какой-то момент ушла. Рабакив остался дворцом. А это было уже во времена римских правителей, когда Рим захватил Иудея. Помню, что он сто двадцать лет жил, поэтому такая жена столько не вылезет. Обычно мужчины шутят на бар. Я не шучу, но ему только сто двадцать лет дали жить. Жена жива. Обычный срок. У него была другая текун, он должен был еще одну миссию выполнить. И были во времена там Рабакивы часто участвовали в всяких там разных рассуждений, обсуждений, когда римляне все пытались все время доказать, что не правы вы, что существует всего один бог. Вот давайте мы вам покажем. Пытались им что-то доказать через свои философии. Использовали в основном философов, гримических философов. И пытались все время доказывать. И Рабакивы часто участвовали. Был там один генерал. Как его звали? Титус. Нет, Руфус. Руфус. Титус Руфус. Раскрашивай. Начинай добавлять ресурсы себе, Шош. Посмотри на свой, бери свою цель, список, цель. И начинай добавлять все ресурсы. В начало, в прошлое добавь себе. Или, может, наоборот, добавь все будущие цели. Чтобы ты знал, куда ориентироваться. И дальше добавляй ресурсы в прошлое. И, конечно, добавляй настоящее. Как ты сможешь, хорошо? Ресурсы добавляем круги. Мэйр, можно посоветовать вам сюда еще одну линию добавить? Уж слишком большой тут широкий ствол. Хочется заполнить его обязательно. Чтобы не было пустого пространства. А вы не хотели, чтобы они пересекались? А я не знаю, как получилось. Ага, без проблем. Спрашиваю просто. Вот тут тоже добавить себе ствол. У вас все равно получится, потому что вы сейчас будете ресурсы в виде кругов добавлять. А может, вот тут еще линию, если хотите, добавить. Да. Сделайте себе более нейрографическую линию, чтобы у вас энергия именно там прошлась. Ну, как бы пройдите по ней еще раз. И сделайте зигзаговую такую. Почему? Потому что энергия, чтобы у вас, знаете, энергетически пошел, потому что у вас очень шикарная цель. И вы помните, кто у нас, как бы, один из ресурсов вашей цели, это сам президент Зеленский. А какой у нас Зеленский? Он очень энергетическая такая фигура. Это с другой стороны. Очень энергетическая такая фигура. И мы хотим эту энергетику его тут задействовать в благих целях, скажем так. Да. Вот генерал Рупас, у него была такая... как бы личная такая обида на Рабайкива, потому что Рабайкива его постоянно там как бы оспаривал и даже высмел в какой-то степени, она, по крайней мере, ему так казалась перед самим императором, перед самим наместником в Иудее, римским наставником. И однажды Руфас пришел домой, а его жену звали... Руфина. Руфина. Вот я только хотела, я хотела создать вот эту мистику. Представляете, как ее звали? Руфина. Да. Его звали Руфас и Руфина. Скорее всего это... Да. А вы рисуете определенные ресурсы или просто? Просто. А вы посмотрите на свой список, давайте все настоящие ресурсы, то что вы хотите. Как раз вы меня оставили, у меня как раз тут 7 и тут 7. Не-не, можете оставить, ресурсы лишние никому не поменяют. Не, я говорю, что у меня тут 7 и тут 7, так что как раз... Да-да-да. Ну, рисуйте со все стороны, и потом вам все еще прошлое не забудьте давать. А, и у меня 7 здесь и 7 здесь, то есть у меня как бы... По 7 с каждым. Так, чтобы... Меня очень радуют ваши амбициозные ресурсы, конечно. Число ваших консистенций. Конечно, не 24 тысячи, но уже хорошо. И она, в общем, и он пришел и рассказал. Она говорит, о, какой-то там рабишка. О, я ему покажу. Она и была известна своей... Языкастостью. Причем? Языкастостью. Языкастостью, да? А я знаю, что она очень красива была. Альна была красива. Альна реально красива. Ну, в смысле, она хотела его переспорить, значит, она считала, что она имеет... А, нет, она его хотела не переспорить. Она сказала, мы его возьмем другом путем. Есть известная история про... Не про Сократа, а про... Кто у нас два известных? Плутон. Про плутоническую любовь. Кто был... Евреи, кажется, Сократа, да? Согласны во многим? Или Плутону? Да. Евреи, кажется, и философию употребили, и философию Сократа, насколько я помню. Да? Да. Плутона? Неоплутонизм. Пошел в Кабаровск. Угу. Хорошо. Это имеет значение, потому что она была известна тем, что она в свое время как бы заставила Сократа признать в том, что он как бы проповедовал... Ну, я почему подумал, что это Плутон, потому что говорили о Плутонической. Он проповедовал, что вот мужчина должен быть сильный, мужчина должен как бы выдерживать, и учил этим своих студентов. А она как бы пришла и своей красотой заставила его сделать так, что он как бы в не совсем одетом виде посадил ее себе на спину и ходил как лошадь. И там типа даже мякал или бекал там. Его за этим заставили, застали его студенты за этим занятием. И сказали, учитель, ну ты же нас учишь другому. Он говорит, ну вы понимаете, часто бывает так, что учу одну, а делаю совсем другое. Убью. Да. И это, то есть вот она была известна тем, вот этим самым, что именно она его к этому как бы... Она сказала, не волнуйся, этот вопрос мы решим быстро, точно так же. Оделась подобающим, или точнее говоря, в данном случае не подобающем виде. То есть вообще не оделась. И пришла у нее в льняные волосы, и она просто выставила все свои волосы. Чем-то напоминает историю Гадаева, да? Леди Гадаева. И она пришла и постучала к нему дверь. Робокива открыл дверь, он у нее посмотрел, засмеялся, плюнул и заплакал. И потом закрыл дверь. А она не поняла, что-то такое было, на нее никогда не было, чтобы на нее так реагировали. То есть она не привыкла, она привыкла знать, что она красивая настолько, что вот люди теряют голову. И она не поняла, почему такое произошло, когда так он не отреагировал на ее энергию. Она сказала, а поговорить? Да, и она опять постучалась и сказала, объясните, пожалуйста, молодой человек, что это было за реакция? А на что он сказал? Вижу я твою красоту. Сначала я засмеялся, потому что... Нет, потом засмеялся, потому что он сказал, что... Нет, вначале же он засмеялся, нет? Потом плюнул, а потом заплакал. Сначала говорит, я... Нет, подождите, сначала он заплакал, потом плюнул, а потом засмеялся, да. Сначала он заплакал, потому что я подумал, смотри, какая красота и как она израсходуется, как ты ее используешь. Потом говорит, я плюнул. Потому что ожидала тебя лучшего. А почему я засмеялся, я тебе сейчас не расскажу, но ты об этом обязательно узнаешь в будущем. Скоро. Даже скоро, по версии моей, видите? Ну, в смысле, в пределах нашего рассказа. Ну, в смысле, не в следующей серии, да. Да, не будем делать мыльный опер, не перейдем мы на следующие еще рисунки и расскажем все вам сегодня. И она... И... Пришла она через год к нему. Это уже была совсем другая девушка. И она сказала, я хочу свершить... Она была же одетая. Геура. Она была одета, мягко говоря. При этом одета была даже довольно-таки подобающей. По-еврейски. И она сказала, я хочу сделать геура. Ты меня вдохновил, я сделала шову. То есть, женщина свершила, будем говорить нашим языком, медитацию. Она села, подумала, оценила. Потому что его энергетика ее пробила. И она сказала, поумоляла его и сказала, сделай меня, пожалуйста, своей ученице. Я очень хочу учиться именно у тебя. И она у него работала. Была его помощница, ученица. А потом он на ней женился. И в день своей свадьбы, после хлопа, он сказал, вот теперь я тебе расскажу, почему я засмеялся в день нашей встречи. Потому что я узнал тебе душу, которую мы должны были, нам суждено было встретиться. И он ей сказал, что она душа Дины, а он душа от царя Хамора. И они встретились вот так в этой жизни, да, тоже он стал как бы принцем, добился, да, вот он тоже родился как бы. Он родился, кстати, интересно, да, родители Геур делали, а сам он уже еврей был. Но при этом как бы оттенок его геурства как бы все над ним витал. Потому что настолько, что его в Сан-Хедрине не могли даже выбрать главным Сан-Хедрином. Потому что у него как бы он не имел такое безупречное как бы родословное. И она родилась тоже, видите, она была не просто так, она была женой там вот этого родоначального, этого главнокомандующего Руфи. И она сама тоже была из каких-то там благородных корней. Но, видите, все-таки душа Дины, второй раз тоже родилась не еврейка. Вот интересно за этим последить, что она как-то никак не могла сильно смириться. И все-таки, видите, пришла и сделала Геур и стала очень как бы такой важной еврейкой. И история тут идет о том, что погибли 24 тысячи его учеников. И вопрос идет, а чему же мы радуемся? Почему погибли 24 тысячи учеников? А погибли ученики именно вот этот период между Пейсохом и Шевуотом. То есть период, который называется Омер. Омер означает считать. То есть евреи... Да, при этом все они кончили умирать как раз Лаба Омер. Да, они перестали умирать Лаба Омер. И говорите, ну а чему же тут радоваться? Ну а че радоваться? Ну перестали умирать, че тут радоваться? Ну то есть теоретически это способ, повод для радости. Ну практически как бы не совсем. Потому что они просто все умирали и потом перестали. Да. Вопрос был такой, что а почему они умерли? А умерли они вот эти души, которые были те самые 24 тысячи душ, которые пришли в этот мир все-таки совершить свою, как бы выполнить свою миссию и осветить имя Всевышнего. И умерли они не потому, что есть такие мнения, что они там плохо друг к другу относились. Они умерли потому, что они спорили друг с другом. Есть такое мнение, где у детей даже учат, что вот они спорили, нельзя спорить. А есть объяснение на самом деле, что они столько спорили, что они наоборот освещали. Ведь в споре рождается истина. Они не просто спорили, они выясняли истину еврейских вопросов в Торе. То есть они спорили, но они не спорили друг с другом и унижали друг друга. Такого не было, не было никаких личных оскорблений. А спорили и говорили, ты знаешь, а я считаю, что закон должен идти так, а я считаю, что имелось в виду другое. И таким образом развивалась именно, кстати, Талмуд, Гимура, как построено, что вот там идут все вот эти рассуждения, что один раввин сказал так, а другой с ним не согласился. И они пытались друг другу доказать. И таким образом в споре рождалась истина. Потому что в этом споре они объясняли суть многих законов еврейских. И именно в суть то, как в этом мире проявляется свойство Всевышнего. А ведь что такое сферот? Это проявление свойства Всевышнего в нашем мире. То, как мы можем использовать и сами расти, чтобы принести в наш мир свет. Это уже каббалистическое то, что мы изучали. Сосуды и свет. Вот так вот. И на Лакбаумер эти ученики перестали уходить. Но мы не говорим, что то, что они уходили, было плохо. Плохо было с точки зрения человеческой. Когда человек умирает, это плохо. Мы говорим вот так вот. Но почему именно Лакбаумер? Потому что именно как Казар Абашимар Бальюхай, что в Лакбаумер он уходит, но он говорит, не плачьте, а ражайте. Радуйтесь. Потому что выполнили свои миссии эти двадцать четыре тысячи душ. Они пришли и ушли. И всю свою жизнь занимались тем, что изучали Тору. Представляешь вообще такого ученики? Вот они пришли, они занимались только Торой. И это была именно часть, цель их души. Потому что души так и говорили Всевышний. Мы хотим вернуться и доказать тебе, что мы тебя любим, Всевышний. Дай нам шанс. Всевышний дал мне этот шанс и они оправдали. И этому мы радуемся. И это одна из причин, почему мы радуемся на Лакбаумер. Еще потому что Рабайшима Бальюхай, который написал Зохар, он ушел в этот день и сказал радуйтесь. Потому что моя жизнь, моя душа совершила, закончила свою миссию. То есть ему, вот его души, не надо было снова переходить. У него нету текуны. Ему не нужно перерождаться, как многим другим душам, да? И он сказал, вот это радоваться надо. Тут не надо грустить. Грустим мы, потому что душа уходит. Почему человек умирает и грустим? Потому что ушла душа и мы думаем, наверное, он не закончил свою миссию. А в данном случае двойная получается праздник. Почему? Во-первых, Рабушимы Бальюхай совершенно совершил свою миссию. Полностью. А во-вторых, эти 24 тысячи, и это очень важная сумма, 24 тысячи, они ушли в полностью выполненной миссии. Представляешь? Вот 24 тысячи душ, им не надо перерождаться. Ты вообще представляешь, какой это, знаешь, ценность вообще. Вот так вот эта история, надеюсь, нас вдохновляет. Да. Эта история, надеюсь, вас вдохновляет на то, чтобы узнавать, следить за собой, медитировать и понимать, рисовать и понимать, какая же ваша цель, для чего вы пришли в этот мир. И таким образом вы можете помочь себе свою миссию осуществить, и ваша душа будет радоваться, возвращаясь к Всевышнему с Божьей помощью через 120 лет только. Потому что в этом мире еще очень много чего надо совершить, прежде чем придет Машех. Скоро, очень-очень скоро, даже надеемся сегодня, сейчас любой момент. Вот так вот, смотрите, нарисовала я свои горы, я сейчас буду себе ресурсы добавлять. Возвращаемся, как говорится, как там было в служебном бане, в коллектив, в семью, помнишь, Шош? Угу. В семью, в коллектив. Настоящий. Так, я вас остановлю. Так, теперь мы добавляем ресурсы, совершенно верно, добавляем наши ресурсики. Так, значит, какой у меня идет ресурс? Я иду, развивая бурная активная деятельность, как инструкторы кочинга. Значит, какой у меня главный ресурс? Главный ресурс это то, что я инструктор, специфицированный инструктор милографики. Это мой главный ресурс. Я его вот тут себе таким большим кругом... Знаете, что этот круг у меня будет? Нет, этот круг, что у меня есть... В чем-то оно в прошлом и настоящем. Ну, потому что я хочу его использовать. Нет, я поняла, что это я вот нарисовала, но поняла, смотрю и понимаю, что это совсем другой ресурс прошлого. Это мой ресурс прошлого, что я... у меня есть образование по психологии. Мне это очень сильно помогает. Да, я тут тоже что-то нарисовала, думаю, какой-то маленький у меня круг. Тут мои мысли прочла, потому что я думаю, что этот круг делаю так, чтобы попало и на прошлое, и на настоящее. Даже еще, наверное, на будущее. Я же не знаю. Ну, да, да, да. Ну, я его и хочу использовать именно как прошлое и настоящее ресурс. А два дня нарисовать один в прошлом, другой ресурс ты учишься? Можно. Конечно, можно. Ведь ты же, ты совершенно правильно сказала, ведь я же еще буду расти как инструктор. Я же буду еще учиться. Я и учусь не только буду, я продолжаю учиться. Да, я вот сейчас супервизии делаю в группе, поэтому на самом деле так оно и есть. Совершенно верно. Так, вот тут хочется какой-то вот, вот он у меня большой круг. Это то, что я уже получила. Вот, ты права. Вот я его определилась. Я это делаю, что я получила в прошлом году, да, училась в прошлом году и получила сертификацию. А в настоящем я еще буду прорисовывать, что я еще дальше учусь и поднимаю свою, как бы, коллификацию свою повышаю. Мэра, как у вас идут дела с ресурсами? Угу. Угу. Добавляйте в прошлое обязательно ресурсы, обязательно, чтобы у вас было на что опираться. Угу. Чтобы у вас было, понимаете, чтобы корни были хорошие, такие ресурсные у нас. А под корнями в данный момент, то есть это не раз древа, а корос, чтобы у нас был хороший такой ресурс. Знаете, такие, как это там, знаете, есть ветки какого-то дерева, я не помню, хвоя, кажется, который дает запах, когда их, ох, ужасно. То есть их в костер ставить нельзя. А там какие-то сидр, кажется, бывает из них очень хороший огонь. Боже мой, я этого даже не помню когда-то. Говоря о доме, мы только что вспоминали мой дом неделю. Там мы покупали дрова, я помню, вот эти все детали узнавали. Какие из какого дерева лучше получать. То есть, знаете, вот это все учитываем. Мы же не просто хворост хотим взять, правильно, купили бы листочки. Мы хотим, чтобы дым был хороший такой, настоящий, чтобы шашлычок на нем хороший. Что ж, я вспомнила наш шашлык на пейсах, слушай. Вообще на сукот был сухой шашлык. Подожди, а что я на пейсах была шашлык? Ну вот видишь, пропустила шашлык на сукот. Не, на пейсах был шашлык, ты перепуталась сукот. А где был шашлык? Я ночью увидела, как Света делает барбекю. Это было стоящее издрылище, я вам скажу. Молодец, Шуршана, можешь открывать шашлычницу? Сосисочную. Нет, 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 шашлычница, дорогая. Нечего эту гадость сжать. Почему? Сосисочную, перемешечную, водочкой. Ну как вообще какая-то, бля? Премешечную еще, вот я согласна, но не сосисочную. Водочную, не знаю, зачем водочная, если уже существует пельменночная. Это одно и то же, чё ж повторяться-то. Мы элитную откроем. Ну это уже у вас филиал будет. Нет, нет, подожди. Так это уже открываешь, пиши, делаешь ресурсы, пиши. Франчиз. Шош, ты уже ресурсы рисуешь. Обдумывай, франчайз. Филиалы разные. Тут племенная, вторая племенная, третья, четвертая. Это эксклюзивная, сосисочная. Это удивительно, потому что мы вот в этом вопросе вообще... С пельменным успехом нравится. С пельменным, да, а не с пельменным? С первого успеха. Хорошо, хорошо. Как скажете, только с пельменным. Так и нарисуем. Пельмень. Кругленький. Не, вообще пельмень не круглый, а лучше этот, как овальный такой, еще нарисовать на нем такие... А, ты делаешь круглый? Нет, а у нас... А мы же делаем душпора у нас, говоря о моей книге. У нас круглый тип книга, я что со пельменами нарисовала? А это такой один большой. Ой... Да здесь остальные пельменники. А... Сейчас, сейчас... 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 Ну, это тоже, правда, мы... Вот, шош. У нас вот такие. Смотри, моя тетя делает такие крупные племени. А у нас же сам вот только вот так надо. Да, они вот такого размера она делает. Мана любит большие, то есть душпора такие бакинские. Но именно у угорских евреев у Азбаджанцев душпора она болит. Малюсенькие, вот такие малюсенькие квадратики такие. Малюсенькие-малюсенькие, невозможно. Эх, картирегаз. Угу. У нас картирегаз, совершенно верно. Так, что дальше мы рисуем? Давайте добавим все ресурсы из списка, добавляем мы сейчас. В верхнем кругу мы добавляем все ресурсы из списка. У меня список уроки вести, да? У меня уроки пошли вот так вот. Для я тоненьким. Да, вы можете вот рисуете списки. Вы можете даже не громко, но проговаривать себе. Как бы, знаете, намерение задавать сразу своему ресурсу. Это очень важно. Вот, смотри, клубочки. Да, не, я знаю, что это называется. Шапочки, я знаю. Я, кстати, люблю такие тоже делать. Они маленькие, аккуратные, очень быстро делать их. Ну, ты рисуй пельмени, кто ж спорит-то? Я вот, это самое же главное. Тоже пельмени, ну прекрасно. Вот только шапочки, как в виде спирали, кстати. Шапочки похожи на спирали. В виде спирали вот так разворачиваешь. Очень удобно. Значит, я добавляю все ресурсы. Это один ресурс. Это у меня уроки давать, да? Второй ресурс. Это я хочу разойтись в еврейской общине, да? В еврейской общине. Вот тут разгуляться тоже можно и прочее. Давайте разгуливаться. Так, разгулимся в еврейской общине. Вдохновила твоя подруга, Шуша. Вот так, да? Округляем и опять-таки думаем о своей теме, когда мы добавляем ресурсы, да? Обязательно думаем, добавляем энергию себе не только с тем, что мы рисуем, но еще и умственным, еще и, помните, я с вами сегодня... Ой, и сегодня я с вами расслаблилась. Ни медитации не совершили, ни я вас не мучила по поводу телесности, да? Дышим, ощущаем даже дискомфорт и добавляем телесность. Обязательно во все свои ресурсы добавляем эмоциональные, начинаем думать, что же мы ищем. Вот какая-то цель. А как мы будем себя чувствовать, когда эта цель будет достигнута? Шушана, не шуми специально. Думай, как ты себя будешь чувствовать, когда ты достигнешь своей племенницы? Подожди. Забыл по Израиле сказать. Подожди. Саблонёт. Так, дальше. Вот, говоря о еврейском. И тут я нарисую то, что я написала себе, мэр. Лимуд идти учить везде. Мне это очень интересная идея. Не просто Лимуд, а всякие интересные такие еврейские конференции. Вот так вот. Поехать на Украину. Да, вот я рисую его, я буду продумывать все мысли мои. Поехать на Украину. Поехать в Германию. У меня вот из идеи поехать. У меня там есть мои... У меня есть люди, которые меня из Германии смотрят. Они меня уже готовы принять. Там они сами профессиональные рисовальщики нейрографики. Там одна женщина еврейка. Она переписывается постоянно. Она любит смотреть вот эти еврейские темы. Так что вот у меня есть идея. В Россию хотелось бы попасть. Где-то они, кажется, делают Лимуд в Питере когда-то. Будут делать тоже осенью, кажется. Кстати, будет Лимуд осенью в Сан-Франциско. Тоже хочу попасть. Так рисуем, да? Продумываем все. Что еще написала? В Мексике. Я попадаю в Мексику. В Израиль. Хотелось бы попасть на Лимуд или нет. Но что-то в Израиле очень хочется поехать порисовать. Учить Лимуд. Вот так. Вот так. Что? Хотелось бы попутешествовать и поучить Лимуд. Вот. Еще что? Полимудиться. Полимудиться, попутешествовать. Да, как на иврите слова. Имеет несколько значений. Вот так и тут. Значит. Что дальше мы делаем? Дальше. Добавляем следующий ресурс. Хочу раздвинуть свою деятельность на Фейсбуке. Хочу коммерциализировать свои уроки. У меня очень много уроков. Я их начну. Так что, кто смотрит чат, быстро смотрите мои уроки. Многие уроки я буду закрывать в Фейсбуке и продавать их. Считаю, что уже пора. Видите, вот я пока думаю, я записываю себе все эти мысли. Сан-Франциско. Спасибо. И не только. Да. А я сейчас себе добавляю. Да. В общем, я добавляю себе парнасу. У меня тут две темы на парнасу. Коучинг. Я хочу себе развить пошире. Сделать свою коучинговую практику. И открыть себе, сделать практику. Угу. Да. И начать уроки продавать на интернете. Главным образом через Фейсбук. А может там себе и добавить веб-сайт начать. Да. Надо веб-сайт сделать себе. Вот. И открыли еще один. Вот. Я же сказала, ко мне добавится еще один пунктик. Ну что. Это у меня все будет. Я их соединим, может быть. Один пункт. Видите? Ход моих мышлений. Да. У меня три разных пункта. Потому что они как бы все, все взаимосвязаны с финансовой точкой вопроса. Поэтому я это все. Угу. Вот так вот взяла. Угу. Рисую круг. Где рисовать круг? Это я беру чисто интуитивно. Да. Прикольно. Ты интуитивно. Да. С той стороны. А удобно. Тут не видно, кстати. Не видно. Слушай, а ручкой пишу. А. Классно. Слушай. У вас тоже можно. Я некоторые вот так взяла. Вот стрелочкой сюда. Когда совсем не видно. Вот сюда в стрелочке. Вот сюда можно. Прикольно. Можно показать людям твою технику придуманную? Ну. Потому что мне было с вами надо, чтобы написала. А. Ну. Смотрите, что Шана хорошо придумала. Вот она нарисовала картину, свои ресурсы. А сзади, сзади каждого ресурса, она ручкой пишет, чтобы... Знаете, очень важно, картину смотришь и потом думаешь, а что я тут нарисовал? Идёшь назад, читаешь и ресурсы, я вам хочу сказать, оживляются таким образом. Начинаете как бы снова. Никого машинства. Да. Так что прекрасная техника. У нас Шушана придумала. Браво, Бруку. Вот. И что ещё вам и сказать? Пишите все свои ресурсы. Обозначайте их. У меня мои ресурсы на бумажке обозначены, да? Совершенно ловко придумала. Сзади вы, может, или новую систему придумать, или пользоваться изобретённым велосипедом. Можем делать то, что мы вам предлагаем. Ну, обозначайте свои ресурсы где-то обязательно, потому что вы как бы всё рисовали намеренно, понимаете? У вас всё должно быть намеренно, всё должно быть так, чтобы вы, знаете, как говорит Павел Пискарёв, основатель этого метода, что просто так рисовать? Можно, конечно, но смысл какое время зря терять? Рисуем уже, рисуем со смыслом. Рисуем так, чтобы нам было хорошо и полезно, как говорится. Вмещаем. Всё раскрашиваем? Полезно с полезным. То есть полезно с приятным. Да, да, да. Раскрашивать вы можете, кстати, любой этап после того, как закончили округлять, можно начать раскрашивать. Это уже многие делают так, добавляют ресурс, раскрашивают сразу, чтобы ресурс как бы начал сразу принимать. Да, значит, этот ресурс у меня будет финансовый, да? Будет номер четыре. Финансовый ресурс, да? Что дальше? Финансовый ресурс. Дальше что у меня идет? Финансовый ресурс у меня входит, что значит? Продавать уроки на Фейсбуке. Видите, я обдумываю ресурс и сразу же обдумываю именно этот ресурс. Я дальше думаю, пока у меня как бы идет поток вот такой творчества, да? Я начинаю дальше этот ресурс обдумывать. Это важно. Фейсбук вот я. И... Продавать уроки, да? Видео свои продавать. На Фейсбуке и через нейрографику Америка тоже можно предложить им продавать. Так. Коучинг. Коучинг, наверное, все-таки у меня будет отдельная тема. Так понимаю, что коучинг хотелось быть связанный с парнасой, с монетизацией, но при этом свой отдельный ресурс. А веб-сайт? Веб-сайт я хочу его связать вот с продаванием класса. Потому что веб-сайт, я считаю, хорошо только иметь для того, чтобы продавать уроки. Чтобы люди могли находить не только те, кто на Фейсбуке. Угу. Вот это я должна продумать этот вопрос и как-то проработать его. Угу, да. Это будет четвертый номер. Парнаса. Да. Все помните, да? Часть слова Парнаса – это Нес. Это чудо. Что дальше? Давайте коучинг. Куда мне коучинг вести? Видите, как интересно получается ход моих мыслей рассказывать? Коучинг, смотрю и думаю наверху нарисовать. И меня показывает моя интуиция, что коучинг надо рисовать, не наверху. А в середине. Это настоящий коучинг. О, меня тянет коучинг. Мне хочется большую нарисовать, да? Опа. Вот мой коучинг, да. Хочется очень развить коучинг-бизнес. Да. Чтобы я могла стать сертифицированным преподавателем системы специалистов. Пользователем надо продавать и специалистов. Так, очень интересно. Давай. Округляем и обдумываем этот вопрос. Решаем, как мне сделать так, чтобы этот ресурс ко мне пришел с наибольшим количеством, возможностью, да, позитивностью, возможностей. Вот так, вот так, смотрите, смотрите. Рисуем ресурсы, округляем. Счастливо. Так, добавляем. Все нужно. Рахмет. М? 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 Нет, он пришел помолиться. Нет, он обычно приходит. Короче, Ашам прислал. Если он подмерзает, я почему-то здесь. Почему Хашем его прислал? Потому что Хашем прислал, а мы не спорим. Это все Хаши прислали. Что нам взять от этого визита? Вот вопрос, в чем заключается. Он обычно приходит, кому что-то указывает, какие-то дает. Хотя бы намеки, нет? Там волшебную сковороду дарит. Самая любимая история моих детей. Про хануку. Знаете, когда он дарил бедняку? Там волшебную сковороду. А там латкосы жарятся. Известные, да. Так, вот это у меня будет коучинг. Это будет номер пять. Здесь, да? Хочет что-то развить. Надо помочь. Ага, сейчас тут побольше красного добавлю. Так, а что у нас здесь? Ага, вот теперь я поняла, что куда идет. Окей, здесь идет... Здесь добавляю ресурс, где я буду больше разворачивать свою деятельность. Видео рисовать. Видео записывать. Много уроков. Видео сшет. А вот Сережа к Рамбинскому не пойдет. Я не знаю, он решит. Там же мой шет. В смысле, там гиршки. Да, я не вмешиваюсь. Сам решит. Может он хочет сюда идиору пойти? Нет, я бы спрашиваю. Так. Теперь мы добавляем ресурсы. Совершенно верно. Добавляем наши ресурсики. Так. Значит. Какой у меня идет ресурс? Я иду развиваю бурную активную деятельность, как инструктор и кочинга. Значит, какой у меня главный ресурс? Ну, главный ресурс это то, что я инструктор. Социфицированный инструктор книгографики. Это мой главный ресурс. Я его вот тут себе таким большим кругом... Знаете что, этот круг у меня будет не... Нет, этот круг, что у меня есть... О... А почему все равно в прошлом и настоящем? Ну, потому что я хочу его использовать... Нет, я поняла, что это... Я вот нарисовала, но поняла, смотрю и понимаю, что тут совсем другой ресурс прошлого. Это мой ресурс прошлого, что я... У меня есть образование по психологии. Мне это очень сильно помогает. Да, я тут тоже что-то нарисовала. Думаю, какой-то маленький у меня круг. Тут мои мысли прочла, потому что я думаю, что этот круг делаю так, чтобы попало и на прошлое, и на настоящее. Угу. Даже еще, наверное, на будущее. Извините, я не знаю. Ну, да, да, да. Ну, я его и хочу использовать именно как прошлое и настоящее ресурс. А два нельзя нарисовать? Один в прошлом, другой ресурс ты учишься? Можно. Конечно, можно. Это совершенно правильно сказать. Ведь я же еще буду расти как института, я же буду еще учиться. Я и учусь не только буду, я продолжаю учиться. Да, я вот сейчас супервизии делаю в группе, поэтому на самом деле так оно и есть. Совершенно верно. Так, вот тут хочется какой-то вот, вот у меня небольшой круг. Это то, что я уже получила. Вот, ты права. Вот я его определилась. Я это делаю, что я получила в прошлом году, да? Училась в прошлом году и получила сертификацию. А в настоящем я еще буду прорисовывать, что я еще дальше учусь и поднимаю свою, как бы, квалификацию свою повышаю. Мэра, как у вас идут дела с ресурсами? Угу. Добавляйте в прошлое обязательно ресурсы. Обязательно, чтобы у вас было на что опираться. Угу. Чтобы у вас было, понимаете, чтобы корни были хорошие, такие ресурсные у нас. А под корнями в данный момент, то есть это не ради древа, а корос, чтобы у нас был хороший такой ресурс. Знаете, такие, как это там, знаете, есть ветви какого-то дерева, я вот не помню, хвоя, кажется, который дает запах, когда их, ох, ужасно. То есть их в костер ставить нельзя. А там какие-то сидр, кажется, бывает из них очень хороший огонь. Боже мой, я этого даже не помню когда-то. Говоря о доме, мы только что вспоминали мой дом, мне дали. Там мы покупали дрова, я помню, вот эти все детали, узнавали. Какого дерева лучше получать. То есть, знаете, вот это все учитываем. Мы же не просто хворост хотим взять, правильно, купили бы листочки. Мы хотим, чтобы дым был хороший такой, настоящий, чтобы шашлычок на нем хороший. Слушай, что ж, я вспоминаю наш шашлык на пейсах, слушай. Вообще на сукот был сухой шашлык. Слушай, а что я на пейсах была шашлык? Ну вот видишь, пропустила шашлык на сукот. Не, на пейсах был шашлык, ты перепуталась с сукот. А где был шашлык? Ну где, там, на пляже. Враковой. А-а-а, да-да-да-да-да. Недавно же было. Шикарный был шашлык. Я воочию увидела, как Света делает барбекю. Это было стоящее из дрелища, я вам скажу. Молодец, Шушана. Можешь открывать шашлычницу. Да, конечно. Сосица читаю. Нет-нет-нет, шашлычница, дорогая. Нечего эту гадость сжать. Ну почему? Мы с Рафмером сосисочную, пельменночную, водочкой. Ну как вообще, как это, бля? Пельменночную еще, вот я согласна, но не сосисочную. Водочную. Не знаю, зачем водочная, если уже существует пельменночная. Это одно и то же. Чего ж повторяться-то? Маэритну откроем. Ну это уже у вас филиал будет. Нет-нет, подожди. Так это уже открываешь, пиши, делаешь ресурсы, пиши. Франчиз. Шош. Да. Ты уже ресурсы рисуешь. Обдумывай. Франчайз. Филиалы разные. Тут пельменные, вторая пельменная, третья, четвертая. Франчайз. Это эксклюзивная сосисочная. Это удивительно, что мы в этом вопросе вообще… Пельменные, да? Не с первого свихла. Хорошо, хорошо. Так скажете, только с пельменных. Так и нарисуем. Пельмень. Кругленький. Не, вообще пельмень не круглый, а лучше этот… Овальный такой, еще нарисовать на нем такие… А, ты делаешь круглый? Нет, а у нас… А мы же делаем душпора у нас, говоря о моей книге. А, у нас кругленькие пельмени. Я что-то пельмени нарисовала. А это такой один большой. Ой. Развесистый пельмень. А. Сейчас, сейчас. 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 Ну, это тоже, правда, мыли. Вот, шо ж. У нас вот такие… Смотри, моя тетя делает такие крупные пельмени. А, у нас уж сам вот так надо. Да, они вот такого размера она делает. Мана любит большие, то есть, душпора такие бакинские. Но именно у угорских евреев у Азбаджанцев душпора наоборот. Малюсенькие, вот такие малюсенькие квадратики такие. Малюсенькие-малюсенькие, невозможно. У нас квартирегаз. Угу. У нас квартирегаз, совершенно верно. Так, что дальше мы рисуем? Давайте добавим все ресурсы из списка. Добавляем мы сейчас в верхнем кругу. Мы добавляем все ресурсы из списка. У меня список уроки вести, да? У меня уроки пошли вот так вот. Да, я тоненьким. Да, вы можете вот рисуете списки. Вы можете даже не громко, но проговаривать себе. Как бы, знаете, намерение задавать сразу своему ресурсу. Это очень важно. Вот, смотри, клубочки. Видишь? Да, они. Я знаю, что это называется. Шапочки, я знаю. Шапочки. Я, кстати, люблю такие тоже делаю. Да, дружочек. Они маленькие, аккуратные. Очень быстро делать их. Ну, ну... Ты рисуй племени, кто ж спорит-то? Ну, я вот, это самое же главное. Тоже племени? Ну, прекрасно. Только шапочки, как в виде спирали, кстати. Шапочка похожа на спирали. В виде спирали вот так разворачиваешь, очень удобно. Так. Значит, я добавляю себе ресурс. Это один ресурс. Это у меня уроки давать. Да? Второй ресурс. Это... Я хочу разойтись в еврейской общине. Да? В еврейской общине. Вот тут разгуляться тоже можно и прочее. Давайте разгуливаться. Так, разгуливаемся в еврейской общине. Вдохновила твоя подруга. Шушу. Так. И... Вот так, да? Округляем. И опять-таки думаем о своей теме, когда мы добавляем ресурсы, да? Обязательно думаем, добавляем энергию себе не только, с тем, что мы рисуем, но еще и умственным. Еще и... Помните, я с вами сегодня... Ой! Сегодня я с вами расслабилась. Ни медитации не совершили, ни я вас не мучила по поводу телесности, да? Дышим. Ощущаем даже где дискомфорт и добавляем телесность. Обязательно во все свои ресурсы добавляем эмоциональные. Начинаем думать, что же мы ищем. Вот какая-то цель. Как мы будем себя чувствовать, когда эта цель будет достигнута? Шушана, не шуми специально. Думай. Как ты себя будешь чувствовать, когда ты достигнешь своей племенницы? Подожди. Сабланет. Так. Дальше. Вот, говоря о еврейском. И тут я нарисую то, что я написала себе, мэр. Лимуд идти учить везде. Мне это очень интересная идея. Не просто лимуд, а всякие интересные такие еврейские конференции. Вот так вот. Поехать на Украину. Вот я рисую его и буду продумывать все мысли мои. Поехать на Украину. Поехать в Германию. У меня вот есть идея поехать. У меня там есть мои, есть люди, которые меня из Германии смотрят. Они меня уже готовы принять. Там они сами профессиональные рисовальщики нейрографики. Там одна женщина еврейка. Она переписывается постоянно. Она любит смотреть вот эти еврейские темы. Так что вот у меня есть идея. Я в Россию хотела бы попасть. Где-то они, кажется, делают лимуд в Питере когда-то будут делать. Тоже осенью, кажется. Будет лимуд осенью в Сан-Франциско. Тоже хочу попасть. Так рисуем, да? Продумываем все. Что еще написала? В Мексике. Я попадаю в Мексику. В Израиль. Хотелось бы попасть на лимуд или нет. Но у нас что-то в Израиле очень хочется поехать порисовать. Учить лимуд. Вот так. Вот так. Что? Хотелось бы попутешествовать и получить лимуду. Еще что? Полимудиться. Полимудиться, попутешествовать. Да? Как на иврите слова имеет несколько значений. Вот так и тут. Значит. Что дальше мы делаем? Дальше. Добавляем следующий ресурс. Хочу раздвинуть свою деятельность на Фейсбуке. Хочу коммерциализировать свои уроки. У меня очень много уроков. Я их начну. Так что, кто смотрит час, быстро смотрите мои уроки. Многие уроки я буду закрывать в Фейсбуке и продавать их. Считаю, что уже пора. Думаю, я записываю себе все эти мысли. Сан-Франциско. 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 И не только. Да? А я сейчас себе добавляю. Да. В общем, я добавляю себе парнасу. У меня тут две темы на парнасу. Коучинг. Я хочу себе развить пошире. Делать свою коучинговую практику. И открыть себе, сделать практику. Угу. Да. И начать уроки продавать на интернете. Главным образом через Фейсбук. А может там себе и добавить веб-сайт начать. Да. Надо веб-сайт сделать себе. Вот. И открыли еще один. Вот. Я же сказала, ко мне добавить еще один пунктик. Ну что. Это у меня все будет. Ну как я их соединим, может быть. Один пункт. Видите? Ход моих мышлений. Да? У меня три разных пункта. Но потому что они как бы все... Все взаимосвязаны с финансовой точкой вопроса. Поэтому я это все... Угу. Вот так вот взяла. Угу. Вот так вот я соединю. Рисую круг. Где рисовать круг? Ну, это я беру чисто интуитивно. Да, это подписываю. Да, да. Чисто интуитивно я... Там же введенные так же можно... Да, да. С той стороны. А, удобно. Тут не видно, кстати. Не видно, уже ручкой пришел. А, классно. Слушай. Ой. У вас тоже можно. Ну, я некоторые вот так взяла. Вот стрелочкой сюда, когда совсем не видно. Вот сюда в стрелочке. Вот сюда можно. Прикольно. Кстати, да. Можно показать людям? Твою технику придуманную. Ну, потому что мне было с вами надо, чтобы написала. Смотрите, Шушана хорошо придумала. Вот она нарисовала картину, свои ресурсы. А сзади... Сзади каждого ресурса она ручкой пишет, чтобы... Знаете, очень важно. Картину смотришь и потом думаешь, а что я тут нарисовал? Идешь назад, читаешь, и ресурсы, я вам хочу сказать, оживляются таким образом. Начинаете, как бы, снова. Никого машинства. Да. Так что прекрасная техника. У нас Шушана придумала. У нас Шушана придумала. Браво. Браво. Вот. И... Что еще там и сказать? Значит, пишите все свои ресурсы. Обозначайте их. У меня мои ресурсы на бумажке обозначены, да? Шушана ловко придумала. Сзади. Вы, может, или новую систему придумаете, или пользоваться изобретенным велосипедом уже. Делать то, что мы вам предлагаем. Вы обозначаете свои ресурсы где-то обязательно, потому что вы, как бы, все рисовали намеренно. Понимаете? У вас все должно быть намеренно, все должно быть так, чтобы вы, знаете, как говорит Павел Пискарев, основатель этого метода, что просто так рисовать? Можно, конечно, но смысл какое время зря терять? Рисуем уже. Рисуем со смыслом. Рисуем так, чтобы нам было хорошо и полезно, как говорится. Смещаем. Все раскрашиваем. Полезное с полезным. То есть полезное с приятным. Да, да, да. Раскрашивать вы можете, кстати, любой этап, после того, как закончили округлять, можно начать раскрашивать. Это уже многие делают так, добавляют ресурс, раскрашивают сразу, чтобы ресурс, как бы, начал сразу принимать. А, да, значит, этот ресурс у меня идёт финансовый, да? Будет номер четыре. Финансовый ресурс, да? Что дальше? Финансовый ресурс. Дальше что у меня идёт? Финансовый ресурс у меня входит что? Значит, продавать уроки на Фейсбуке. Видите, я обдумываю ресурс и сразу же обдумываю именно этот ресурс. Я дальше думаю, пока у меня как бы идёт поток вот такой творческий, да? Я начинаю дальше этот ресурс обдумывать. Вот это важно. Фейсбук вот я и продавать уроки, да? Видео свои продавать на Фейсбуке и через нейрографику Америку тоже можно предложить. Давай. Так. Коучинг. Коучинг, наверное, всё-таки у меня будет отдельная тема. Я так понимаю, что коучинг хотелось быть связанный с парнасой, с монетизацией, но при этом свой отдельный ресурс. А веб-сайт? Веб-сайт я хочу его связать вот с продаванием класса, потому что веб-сайт, я считаю, хорошо только иметь для того, чтобы продавать уроки, чтобы люди могли находить не только те, кто на Фейсбуке. Угу. Вот это я должна продумать этот вопрос и как-то проработать его. Угу. Да. Вот это будет четвёртый номер. Паранаса. Да? Да? Все помните, да? Часть слова парнаса – это нес, это чудо. Что дальше? Давайте коучинг. Куда мне коучинг вести? Видите, как интересно получается ход моих мыслей рассказывать. Коучинг, смотрю и думаю наверху нарисовать. И меня показывает моя интуиция, что коучинг надо рисовать не наверху, а в середине. Это настоящий коучинг. О, меня тянет коучинг, мне хочется большой нарисовать, да? Опа. Вот мой коучинг, да. Хочется очень развить коучинг-бизнес. Да. Чтобы я могла стать сертифицированным преподавателем системы специалист. Пользователем надо продавать и специалист. Так, очень интересно. Давай. 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 Продолжение следует... Округляем и обдумываем этот вопрос и решаем, как мне делать так, чтобы этот ресурс ко мне пришел с наибольшим количеством возможностей, позитивностью, возможностей. Вот так, вот так, смотрите, смотрите. Рисуем ресурсы, округляем. Добавляем все, нужно... Это Алья Ахуанови. Яна, его зовут Алья Ахуанови. Это я тогда, в принципе, уже загадалась. Он просто учиться пришел? Не знаю. Нет, он пришел по молитву. Нет, он обычно приходит. А, тут. Да. Маша, извините, что здесь вот подмерзает я почему-то здесь. Вопрос, почему Хашем его прислал? Потому что Хашем прислал, мы не спорим, это все Хашем послали. Что нам взять от этого визита? Вот вопрос, в чем заключается. Илья обычно приходит, кому что-то указывает, какие-то дает. Хотя бы намеки, нет? Там волшебную сковороду дарит. Самая любимая история моих детей. Про Хануку. Знаете, да? Когда он там дарил бедняку, там волшебную сковороду. Пошлите, латкесы. Там латкесы жарятся. Известная, да. Так, вот это у меня будет коучинг. Это будет номер пять, да? Хочет что-то развить. Надо помочь. Ага, сейчас тут побольше красного добавлю. Так, сейчас смотри, что мы будем. Так, у меня очень важный ресурс. Я немножко затрудняюсь, куда его добавить. Не могу понять, что я буду делать. Подышу несколько раз, поставлю свои руки на рисунок и подышу несколько раз. Почувствую, куда энергия меня ведет. И меня энергия ведет там, где я и думала. Где-то вот тут между настоящим и будущим, да. Взаимосвязанное, с коучингом будет взаимосвязанное, да. Связь копчиной. Да. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Ты, она сделала себе этот ресурс? И продумывай. А что? А как? Округляя во время округления, можно также глубоко дышать. Потому что дыхание это то, как мы живем. Помогает нам также, как при округлении, трансформировать нашу реальность. Вот так вот, да? Да, это не получается. Угу. Так. Ну что? Кажется, идет. Вот так вот. Округляем. Все. Видите? У нас этот круг, когда округляешь, круг вписывается. Ресурс входит, внедрируется в вашу картину. Ту картину, которую вы себе рисуете. Это мы и сделаем. Так все будет. Сессии, видео. Внимательное видео, все свои сессии. Какой это номер у нас? Шесть. Вот у меня осталась одна цифра. Я думаю, куда же ее вместить? Или ее вместить надо? Ой, мне пришла в голову идея, что я еще рисую. Ага. Ох. Я его помещу вот сюда. Она у меня идет. Угу. Вот так. Она у меня идет. Очень хорошее пошло дело. Отлично. Я не буду этот ресурс. Я не говорю громко. Это связано с семьей. Но есть такой ресурс. Хотелось бы, чтобы кто-то из членов семьи, что-то... В общем, я еще и себе это рисую. Стали более организованной. Кстати, вы можете так делать, да? Как бы не совсем имеет отношение к теме, то, что я написала свое, да? Там бурная активная деятельность. А с другой стороны имеет значение, потому что прорисовываю как бы другого человека с организационными... На самом деле я прорисую не совсем другого, потому что все-таки другой человек это отражение меня самого. Я рисую самого себя. То есть я рисую именно то, что этот человек во мне отражает. И то, что я хотела поменять, да? Стать более организованной. Как бы свой сон все это проработать. Номер синий. Да? И вот один пунктик. Я вот не знаю, куда его внести. Не знаю, еще один пунктик добавлю. Тоже по себе. Да. Нарисуй-ка я это сюда. Что-то хочется сюда добавить. Вот он где у меня. Ага. Какое-то интересно. Да. Очень интересно наблюдать, как ресурсы вложатся во время урока, да? Куда я их добавляю, которые идут совершенно интуитивно. А потом ты смотришь и думаешь, как это интересно. Потому что они оказались именно в том месте. И у меня там другие ресурсы, которые тоже имеют отношение к этому вопросу. Да? У вас такого бывает? нет? Знаешь, ты думаешь, что она у меня знает, что делать-то? Так что вот так вот. Угу. Так. Что мы еще сделаем, товарищи? У меня остается тут один ресурс, который как бы я его написала, а он совершенно как бы не взаимосвязан. И он не хочет идти в картину. Вы представляете такое? Я сижу и думаю, куда его ставят, и вот он никуда не идет. Даже мне кто-то что-то говорит, даже не вставлять его на данный момент. Что вы думаете такое? А хотелось бы. Ммм. Все, я теперь даже поняла, как оно связано у меня. Вообще супер. Ммм. Я об этом не подумала. Потому что ресурс был бирдрайт, да? Мадрихой быть. Планирую себе три позже. Не понимаю, почему он не идет сюда. Почему он в эту тему у меня не идет? Ну, в общем, каким образом он связан? Тут я поняла, что я буду делать серии уроков о истории Израиля. Потому что я поняла, что в основном многие люди понятия не имеют об истории Израиля, но вообще. И очень сильно от этого вот в Америке, особенно среди наших же граждан-евреев-американцев, не только американцев, к сожалению, русских, русскоязычных тоже. Русскоязычные евреи, есть мнение, что вот Израиль у бедных палестинцев отнял землю. Я, когда я им об этом с ними говорю... Ты что, по-другому думаешь? Не жалко блеститься. Боже мой, что ж... У меня ж стало плохо, я думала... Ну, я понимаю, на том фронте, неужели и на этом фронте надо будет... Все, слава богу, что ж твоя улыбка и смех меня облегчили. Я уже все серьезно восприняла. По руку сердца не будет, обрадуй нас. Не дождетесь. Как поживаете, Рабинович, не дождетесь. Нет, это серьезная проблема. Что ж, ты знаешь, мы так шутим, мы живем... Ты знаешь, я пока не вышла из нашего комьюнити, где, ну понятно, все настроены довольно-таки, как это правильно сказать, логически. А? Или не работает? Работает, пускай. А я, к сожалению, заметила, когда я обсуждала со многими современными американцами, да? Ничего такого нету. Что они, к сожалению... И когда я начала объяснять им, я поняла, что они многие не знают реальности. И вот идея пошла. Делать уроки. Потому что у меня будет все равно много уроков еврейских. А тут именно Израиль. Будем вести, как это там говорилось, сионистскую деятельность. Как в России говорилось, в Советском Союзе говорилось. Про сионистскую деятельность. Сионистскую, да? Пропаганду. Пропаганду. Будем вести сионистскую пропаганду. Я только... Прекрасно, прекрасно. Да, потому что надо все-таки, чтобы люди себя... Люди знали, имели информацию, да? Образование должно быть образовательным. Вот смотрю и думаю, а куда же мне это ресурсов писать, товарищи? Вот смотрите, места-то нету. Угу. Нашла? Сейчас я поняла, что мне надо добавить что-то в прошлое. У меня никуда она идет, не идет наверх, не идет на будущее. Потому что я хочу себе добавить в прошлом главный ресурс, который мне поможет в этой цели, в этом будущем ресурсе. Вот тут будут идти все мои тренинги, да? Тренинг, который я получала по этому вопросу и который я еще даже получаю. Шикарный тренинг я получила. Этот вопрос надо обязательно задействовать. Рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Сказать историю, историю надо, уроки истории сделать через мирографику. Так вот, отправляем ресурс и во время округления обдумываем, обмазковываем, втышим, радуемся. Думаем о том, что вот этот ресурс пришел. Как мы себя чувствуем? И тут надо быть поддельно честным, потому что в какой-то момент я начал думать, блин, а как я это сделаю? А смогу ли? И у меня немножко такой страх закрался, да? Первый у меня... Растворил и сажу в костре. И решим, что тут бояться нечего. Идем все уроки, будет очень даже хорошо. Теперь этот ресурс у меня выходит. Где же он выходит? Да, он идет сюда. Вот так вот он пошел прекрасно. Великолепно, я бы даже сказала. Видите, все девять ресурсов у меня хорошо пошли в картину. Поздравляю вас, господа. Лед тронулся, господа. Уроки будут. Уроки будут. Уроки есть. Уроки будут. Были, есть. Будут, да? Будут, есть. Спасибо, Мэра. Это имеет полное отношение к лабаомеру. Будем есть. А что мы будем есть? Спасибо, Рафмера. Я люблю. Уважаю. Я выкусываю шкуру до конца прямо. Да, ты со шкурой есть. Не оранжевую, а беленькую. Обожаю. Ну, видишь, как хорошо. Полезно, между прочим. Поздравляю вас, господа. Я хочу еще несколько ресурсов. Вот смотрите, у меня три больших ресурса. Это намеренный. Хочу добавить несколько ресурсов в моем прошлом корнях. Как бы мой хворост. Чтобы он был такой красивенький. Такой был огончик у меня. Хорошо? Вот тут добавлю. Давай-ка в толстом формате. Вот тут добавлю. Ресурс. У вас, кстати, ресурсы все намеренные в прошлом? Или есть какие-то ресурсы, которые вы добавили, вот, как говорится, на чудо? Надеюсь на чудо. Ну, я прошу, да? Что вы мне расскажете? У вас намеренные все ресурсы в прошлом? Или есть, которые вы добавили, не знаете, что это? Нет, не все. У тебя все в основном домеренные, да? Угу. А я вот себе вот это добавила, как чудо. Потому что чувствую, что мне нужны какие-то ресурсы. Рисурс. Мэйр, как у вас это дело? Красота Как там ваши поживают герои нашего времени? Цветут прям вообще всеми цветами Буквально в смысле слова, да, наверное? Так, цветут цветами или цветами? Цветами или цветами? Цветут и пахнут или... Так, хочется что-то добавить Супер, Мэйр, сфотографируйте А, да, точно Можно добавить дольку А, виноград можно раскидать, слушайте Ну это уже на тубишват оставьте Чего? Ну что фрукты раскидывать по географическому рисунку Это уже тубишват Тоже самое резальпе думала Ну такая же гладь же тубишват В смысле что? Тубишват, платьба умер Гуля, там где Зеленский, там зелёный народ Зеленский, да? Ну то, что он зелёный Ну, смотри, ты шума Добавим ему этого Зеленского Ты слышишь, да, что он сказал про... Что ж, ты слышала его о инаугурации? Знаешь, о чём идёт речь? У Зеленского была инаугурация И он сказал Так, вот так Вот все мои ресурсы Сейчас я начну добавлять цвет Значит, цвет выбираем интуитивно Добавляем цвет интуитивно При этом Есть цвета, которые можно добавлять Не просто интуитивно, а именно с намерением Например, вот как я добавила красный цвет Здесь вопрос не только в том, что это огонь, да, красный А в том, что я красный цвет добавляю А потому что хочу добавить красную энергию В свою картину, в свою настоящую А именно добавить красную, как бы, икру Увеличить Увеличить присутствие Вот так вот делаю Вот он опять идёт Вот этот красный Свет я его увеличила, как я и обещала Теперь я его во внутренний сон Интересно, этого я не ожидала Это у меня уже интуитивно пошло С красным фломастером я рисую Видите, я делаю свой круг Всё больше и больше этот цвет растёт У меня растёт Видите, он Интересно, да, идёт Огонь Пламя охватывает Идёт реализация моих ресурсов Вот это то, что я говорю Проговариваю И эту энергию я ввожу в свою картину И свою жизнь, да Вот сейчас Сейчас Что я буду делать? Сейчас я начну Добавлять Я уже закончила, как бы, аналитическую часть нашего Нашего рисунка И теперь У меня пошёл творческий драйв Что я буду делать? Я буду Добавлять Цвет И начать Думать Об эстетическом Вопросе В этом Стороне вопроса Да Я добавляю сюда Красное Смотрите Мне хочется этот круг Всё увеличить и увеличивать Я хочу этот огонь Этот драйв А под огонь Я имею ввиду Именно вот эту энергию Какой-то вот такой драйв Такой рацион 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 Это на иврите желание Но оно означает намного больше Чем просто желание Рацион Это означает Позыв сердца Куда ты о сердце зовёт Это Интуитивно Тоже связано Вот Послушай своё желание Послушай, что тебе говорит Твоя душа Куда тебя ведёт И пойми, что это то Куда тебя Зовёт Как бы твоя душа Потому что это То, что мы с вами говорили Это часть вашей То, чему Ради чего вы пришли В этот мир Часть вашей Как бы Задачи В этом мире Хочу повернуть Чтобы у меня круг пошёл Более Видите, как интересно получается Да Вот так вот А ещё Вот так вот Да Ну что? Угу Вот так вот Рисовали Значит, что делаем дальше? Дальше Ну Я буду добавлять цвет В мои ресурсы Я сейчас выключу видео Потому что я хочу Сконцентрироваться И добавить намеренно Все цвета Я вам покажу Потом, что получилось Так, вот мой Законченный рисунок Хочу вам показать Получился интересно Красиво Мне нравится Правильно Мне нравится Учился Вдохновляющий Такой костёр Лакба омер Мы будем радоваться И Идти вперёд К достижению Назначению Своей души Так же, как Достигли назначения Своей души Раба Шимарбан Йохай И Раба Акива И его жена Да Как-то у неё Другое было имя уже Как её звали уже Она уже была не Руфина И его 24 тысяч Учеников Вот так вот Поздравляю вас Четвертый, что третий у меня Тефломастер, возьмите Мэра, а есть у вас Тефломастеры ваши Которые какие-то были Металлические Вот моя окончательная Картина Такие у меня идут вверх И так же в ней запускается Прекрасный Чего такой Светик Думаю, сейчас ещё добавлю Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас